Можно ли делать в другом стране жаназа намаз за наших братьев и сестер, которые гибнут в Палестине и в Сирии? Если да, то каждый день делать, потому что там каждый день гибнут. Братья мусульмане, если перед тобой жаназа нету и знаешь, что человек умер, за них нужно ли жаназа делать или нет, можно или нет? Здесь четыре имама разделились на две группы. Имам Абу-Ханиф и имам Малик говорят, если перед тобой жаназа нету, за умерших людей жаназа делать нельзя. То, что делал пророк саалда, хотя он не был рядом, это была особенность пророка саалда, это на других не распространяется. Имам Шафии, имам Ахмад Они говорят Можно делать жаназы За любого умершего человека Будет это Рядом, хоть нет Можно делать Есть третье мнение Это мнение Рубьяни из мазабы имам Шафии И еще другие ученые шафейского мазаба Это мнение придерживается Шейху Лисаму Ибн Таймир Амин Аллах Ибн Укаин Если за умершего человека Жаназа не сделали И нет рядом с ним Кто может за него делать Как это было Как король Ифаевский Тогда можно и нужно за него делать А если рядом Есть кто за него молился Например, сейчас которые умирают В Сирии Или же Газы Которые умирают, там за ним Жаназа молится Тогда за них нельзя делать И не надо делать Есть еще другое мнение Если более авторитетные Ученые Или же более такой Человек умер Который для умма пользу принес За них можно делать Как раньше здесь делали За Амиром Муджаеду Когда умерли Кавказа В Стамбуле Мечетах молились За такого можно делать Валлаху а'лам Здесь разговоры ученых Я придерживаюсь Если за ним Помолились уже Не надо делать Если за ним не молились бы Можно делать Валлаху а'лам Как это было С королем Ифопии Ради Раحمа Аллаху Редактор субтитров А.Семкин